В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. В Агурде началось заседание Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств. В узком формате. Все подробности далее. В заседание принимает участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко. После встречи в узком формате к заседанию в расширенном составе присоединятся главы государств наблюдателей. Президент Армении Серж Саргсян, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Наблюдая то, что происходит в вашем регионе и то, что сегодня происходит в Казахстане, можно сказать, что вы начали завоевывать новые рынки сбыта впервые без войны. И это очень радует. То есть объединение, такое тройственное объединение Казахстана, Россия, Беларусь, а сначала в таможенном союзе резко расширило экономические возможности всех трех стран. С другой стороны, именно вот это такое, я бы сказал, безвоенное, бескровное расширение возможности привлекает к вам многих и многих и многих. Ожидается, что кроме подписания договора о создании Евразийского экономического союза, в ходе переговоров будет рассмотрен вопрос расширения евразийского интеграционного процесса. Планируется обсуждение хода подготовки договора о присоединении Армении, ЕАЭС и рассмотрение дорожной карты по присоединению Кыргызстана к таможенному союзу. Был подписан договор евразийский, договор экономический. Этот документ мы все ждали. Документ рождался очень долго, почти 20 лет. Но мы рады и горды, что сегодня подписали. Почему горды? Потому что именно наш руководитель нашего государства был инициатором подписания такого договора. Во-первых, логистика транспортная. Второе, мы приобретаем большой рынок. Представляете, рынок 170 миллионов человек. Это вся Россия, Беларусь. Мы можем меняться и учиться спокойно и в России, и в Казахстане. Меняться, так сказать, квалифицированными кадрами, как российскими, так и казахстанскими. Для нас это очень важно. На этот союз с интересом смотрит Индия, с интересом смотрит, значит, Турция. Поэтому это будет все расширяться. То есть это серьезный союз. Сегодня главы трех стран Беларуси, России и Казахстана подписали важный договор о сотрудничестве, который считается историческим событием для нашего государства. Всю важность данного документа обсуждали на заседании Коалиции демократических сил Карагандинской области. Евразийская экономическая интеграция – перспективы развития страны. Так звучит тема заседания, где участники говорили о плюсах и минусах данного договора. Документ долго обсуждался между правительствами. Национальная палата предпринимателей с октября 2013 года сопровождал данную работу. Все предложения, которые выдвигала Национальная палата, нашли отражение в этом документе. В настоящее время при координации партий проводится широкомасштабная работа по разъяснению принципов евразийской интеграции. Сегодня мы с вами на заседании региональной палаты в первую очередь обсудим этот важный документ. И в рамках широкого обсуждения на местах каждой своей организации проведет информационно-пропагандистскую работу по разъяснению евразийской интеграции. Кризисы и нестабильность мировой экономики показали, что сегодня жизнеспособность любой страны во многом зависит от интеграции с другими народами. Подписание Евразийского экономического союза действительно уникальная возможность выходить на мировой рынок. Все-таки от этого зависит экономическое состояние нашего государства. Любое государство, которое ставит себе цель дальнейшей интеграции, дальнейшего развития, в своей истории такие соглашения принимало. И на сегодняшний день существует порядка девяти таких объединений, экономических объединений. Для Казахстана тоже исторический момент, когда мы подписываем такое серьезное соглашение. В рамках Евразийского экономического союза три государства откроют для своих предпринимателей общий 170-миллионный рынок емкостью более 2 триллионов долларов. Тем самым создадут условия для развития отечественной экономики и бизнеса. На сегодняшний день некоторые карагандинские предприниматели уже достаточно крепко закрепились на рынках России и Беларуси. Сегодня мы идем на равных, буквально создавая интеграторическое сообщество для того, чтобы измельчить выгоды. Здесь однозначно, что в любом интеграции, в любом союзе, однозначно, только в полиции не бывает. Есть и берутся. Но буквально за год независимости мы идем к Балтику. Главное государство, к чему оно ведет, к чему сегодня мы говорим его. Мы имеем возможность сегодня сравнить себя с другими странами. Данное соглашение принесет приток иностранных инвестиций. Четыре ключевые свободы – передвижение товаров, услуг, инвестиций и трудовых ресурсов – позволят Казахстану вместе с партнерами выступить в международных экономических блоках, а также значительно улучшат потребительские стандарты и качество жизни наших граждан. В городе Абай обманным путем женщина отбирала квартиры у пенсионеров и перепродавала их. Так считают жители второго микрорайона. Женщина постоянно интересовалась состоянием оплаты квартир выбранных пенсионеров. «Они тебя били. Я говорю, а кто меня там бил? Там меня никто не бил. Там мои дети, мои внуки. Не плачет? Не плачет?» «Правдуй, не плачет. Они из школы. Там я одна была в первом классе, одна во втором классе. С бабушек пока не ушли, никто не ушел. Со мной жили с бабушкой. Все вместе, дружно жили. До сих пор семья такая хорошая». 82-летняя Клавдия Смирнова до сих пор не может прийти в себя после случившейся с ней беды. Со слов родственников пострадавшей, 19 февраля председатель КСК «Ассоль» Ирина Кейлер обманным путем выманила бабушку из дома к себе на работу и продержала ее в заперти три месяца в собственной квартире и никого не подпускала, рассказывают родственники. Квартира оказалась переписанной на Кейлер, хотя родственники утверждают, что бабушка не умеет читать. Заставить ее подписать можно любую бумагу. И якобы все это время женщина заставляла бабушку работать в огороде и по дому. 20 марта родные Смирновой Клавдии пишут заявление на Кейлер Ирину в РОВД. Но оно загадочно теряется. Сама Ирина Кейлер считает, что спасла старушку от избиения ее родными. Клавдия Смирнова оказалась не единственной жертвой аферистки. Еще одна женщина попала под их прицел. Но, как утверждает вторая потерпевшая, на суде ее обсмеяли и изменили все показания, и поделали документы. Суд откладывали, потом назначили этот суд. И что интересно, это был не суд, а позорище. Сама Кейлер Ирина утверждает, что Смирнова Клавдия подарила ей квартиру, а ее же дочери и внучки избивали бабушку. А этих двух наркоманов и алкогольчиков, я вообще даже слышать об них не хочу. Понимаете? Эти две внучки обсидевшие, а дочка Бухарик. К сожалению, местная полиция на контакт с нами идти отказалась. Кем является Ирина Келлер, спасательница пенсионеров или ловкая аферистка, судить не нам. Но жители микрорайона надеются, что в этой ситуации разберутся компетентные органы. Алена Слонько, Кабул Исаев, Бахтиар Испанов, Первый Каргандинский. Впереди небольшая реклама, оставайтесь с нами. СПОНСОР ПОКАЗА КАЧЕСТВЕННОЕ И ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца. И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Прогуливающиеся горожане в центральном парке Караганды возле озера были шокированы находкой. Из воды достали человеческую голову. О жуткой находке сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям. На место ЧП выезжали водолазы. Их вызвали полицейские, которые попросили организовать поиск тела. Однако в воде больше ничего не нашли. Расследованием занимаются полицейские. За сдачу незаконно хранящегося оружия можно прилично заработать. В этом убедились многие жители Карагандинской области. На сумму более миллиона тенге сдали оружие наши земляки. Напомним, что с 21 апреля в Казахстане проводится республиканская акция по добровольной возмездной сдаче незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и материалов. Воспользовавшиеся акции граждане освобождаются от уголовной и административной ответственности, а также получают от государства денежное вознаграждение. В настоящее время в области сдано 130 единиц незаконно хранящегося огнестрельного оружия, в том числе нарезного 31, гладкосвольного 97. Кроме того, сдано 1500 штук патронов к нарезному оружию калибра 5,6 мм. За сданное оружие вознаграждение составит более 1,2 миллиона тенге. 1 июня – это первый день лета, который совпадает с первым днем школьных летних каникул. В этот же день во многих странах мира отмечается праздник – Международный день защиты детей. С наступающим праздником отделение социальной помощи на дому Октябрьского района Караганды поздравило детей с ограниченными возможностями и многодетные семьи. Ежегодно в преддверии этого праздника специалисты Управления социальной защиты населения проводят для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой различного рода мероприятия. В этот день была организована концертная программа и, конечно, было много сладостей. Планируется 23 акции, охват 875 человек, которые из них обслуживаются 312 человек, отдельные социальные помощи на дому. Остальные дети – из числа многодетных семей и малобеспеченных семей. Хочется верить, что этот праздник не пройдет в сознании детей бесследно, и они сохранят в своей памяти трепетное отношение и веру в добро и любовь к прекрасному. Родители поблагодарили Управление социальной помощи на дому за внимание к детям, за помощь и участие в их судьбе. От имени родителей хочу быть благодарна соцработникам на то, что проведение мероприятий, они, в общем, часто проводят мероприятия, им выражаю огромную благодарность, что они нашим деткам мероприятию делают, уделяют время, внимание свое. Впереди их ждал еще один приятный момент – конкурс с участием сказочных персонажей и подарки. Руководитель отделения социальной помощи на дому Октябрьского района поздравила детей с наступающим праздником Международным днем защиты детей и пожелала им весело и плодотворно провести лето. Жизер Абдраимова, Габидин Крушпех, Бахтер Успанов, 1-й Карагандинский. Продолжаем выпуск. Ежегодно на дорогах области погибают дети. Более половины из них – дети-пешеходы. Дети являются самыми беззащитными участниками дорожного движения. У них нет возможности повлиять на развитие ситуации на дороге. Под руководством отдела дорожной полиции города Караганды организовали акцию «Осторожно, дети». Учитывая высокую общественную значимость проблемы аварийности с участием детей-пешеходов в целях активации работы по профилактике детского дорожного транспортного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних в выработке навыков самосохранения у детей проводится широкомасштабная пропагандинская акция «Осторожно, дети». Сотрудники дорожной полиции города совместно со школьниками номер 95-й школы разъяснили правила дорожного движения ученикам школы для детей с ограниченными возможностями. В целях профилактики мы с командой ЮИД, которые есть наши главные помощники, юные инспекторы дорожного движения, которые с помощью них мы проводим в данном детском доме профилактические мероприятия, акцию проводим. Со слов инспектора по профилактической работе городского отдела полиции Сымбата Туребекова, главной целью акции является напомнить автомобилистам о важности соблюдения правил поведения на дороге, особенно во время летних каникул. Сегодня проходит акция «Внимание, дети». Мы, юидовцы школы гимназии номер 95, с удовольствием приняли в ней участие. Мы рассказали ребятам из детского дома о правилах дорожного движения, о знаках. И нам, и ребятам было очень приятно проводить время вместе. Травматизм на дорогах – это проблема, которая беспокоит людей во всех странах мира. Люди платят дань на автомобилизацию своими жизнями. Плата очень дорога и ничем не оправдана. Одной из задач дошкольных и школьных учреждений является подготовка ребенка к жизни в обществе. Обучение азбука дорожного движения должна быть в обязательном порядке. Жезер Абдраимова, Габидин Крушпех, Бахтир Успанов, Первый Карагандинский. Казахстанская велогонщица Екатерина Юрайтис выиграла золотую медаль чемпионата Азии, одержав победу в индивидуальных гонках среди юниорок на дистанции 15 километров. Об этом сообщила пресс-служба управления физической культуры и спорта Карагандинской области. Екатерина Юрайтис одержала убедительную победу, оператив в Каюхару Юми из Японии на 1 минуту 7 секунд. И Екатерину Кнебелову из Узбекистана практически на 2 минуты. Шестой золотой медаль чемпионата Азии завоевал казахстанский велогонщик Дмитрий Груздев. В индивидуальной гонке на 45 километров среди мужчин он обошел своих соперников Юргена Вахера из Киргизстана и корейца Чо Хионгмина. На данный момент в активе национальной сборной Казахстана 11 наград. 6 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая медаль. На стадионе «Шахтер» города Караганды состоялся матч 14-го тура чемпионата премьер-лиги между командами «Шахтер» Караганда и «Спартак» семей. Фанаты футбольного клуба «Шахтер» порадовались за любимую команду. Первая половина встречи осталась за хозяевами поля. Футболисты «Шахтер» с первых минут матча начали оказывать жесткий прессинг у ворот семейского «Спартака». Быстрый гол удалось забить футболистам «Шахтера» на девятой минуте матча после углового в исполнении Андрея Хинонченко. Головой точно в цель пробил Гедеминос Вичус. После реализованного гола вдушленные футболисты «Шахтера» всей командой ринулись в атаку. На 14-й минуте после розыгрыша штрафного Шавкатом Соломоновым футболисты «Шахтера» в красивейшей борьбе на втором этаже обыграли гостей, однако летевший мяч с правого фланга Сергей Боченко успел зафиксировать. На 21-й минуте встречи футболисты «Спартака» провели на четверых опасную контратаку, но завершающий удар пришелся мимо ворот. На 23-й минуте хороший момент для взятия ворот упустил молодой нападающий «Шахтера» Роман Муртазаев. На 30-й минуте капитан Горняков Финонченко закручивал мяч в дальний угол ворот костей, но его удару не хватило немного точности. На 40-й минуте Мехрет Токчагич, сумев пройти защитные редуты «Спартака», не смог переиграть стража ворот гостей. Выпустили гол со стандарта, но а так, в принципе, игра равная была. А про новый тренер? Новый тренер, хороший, квалифицированный. Говорю, чуть-чуть везения, фарта не хватает. Работаю без года недели, да, где-то так, получается, 2-3 тренировки, вот эти, тем более интервалы между игр маленькими, маленькие. Поэтому что-то, ну что-то, может быть, удалось кардинально, не кардинально изменить, все-таки более организованно стали, особенно это касается игры в обороне. Я бы сказал, три игры по 0-5, они говорят о многом. Ну а так, еще раз повторяю, что хозяева, наверное, заслуженно победили, я их поздравляю с победой. После перерыва «Спартак» всеми силами пытался восстановить равновесие в счете, но и хозяева были активны в контратаках. Однако порадовать болельщикам забитыми мячами во втором тайме футболистам обеих команд так и не удалось. Трудно даются очки. Вроде бы играли две команды, последние аутсайдеры, но с большим трудом набираем. Не знаю, может, трудно на них настроиться. Почему-то у нас эти игры не очень нам удаются. Но главное, что взяли хотя бы три очка, улучшили свое турнирное положение. Таким образом, в двух домашних матчах карагандинский «Шахтер» взял шесть очков и расположился на второй строчке турнирной таблицы. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. Всего доброго. Аман Сауполгстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова